МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите ударные новости на телеканале Боец в студии Николай Коровин. Все самые интересные события в мире спортивных единоборств и боевых искусств за прошедшую неделю. Нам было интересно все. Надеемся, вам будет тоже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советская борьба с самбо, созданная в 1938 году, изначально и создавалась как эффективная боевая система для вооружения Красной Армии. Во времена Советского Союза самбо утвердило себя как вид спорта, а боевые аспекты были забыты. Забыты, но не утеряны. В наше время в последние годы именно боевое самбо развивается семимильными шагами. На днях в подмосковном городе Жуковский прошел турнир по боевому самбо, памяти Георгия Долголенко. Любой прием самбо, проведенный жестко, является боевым. Именно эти слова говорил своим ученикам легендарный советский самбист Георгий Долголенко. Его ученики запомнили эти слова и назвали ту технику, которую он им преподавал, боевым самбо. И сегодня в парке культуры подмосковного города Жуковский прошел 10-й международный турнир по боевому самбо в честь 75-летия мастера спорта СССР, двукратного чемпиона России Георгия Павловича Долголенко. Боевое самбо – это лучшее достижение мировой культуры в области самозащиты, рукопашного боя и единоборств. То мы считаем, что на новом витке развития, вот этого прогресса, мы развиваем дело Анатолия Аркадьевича Харлампева и Георгия Павловича Долголенко. С каждым годом эти соревнования становятся все лучше, интереснее и охватывают все большую географию. До сегодняшних финальных боев дошли 30 спортсменов из разных стран мира. Турнир проводился по правилам Федерации боевого самбо России, по системе жесткого поединка, время которого составляло не больше трех минут. На борцовском ковре проходили бои в четырех весовых категориях. О высоком уровне соревнований говорит и участие в нем титулованных спортсменов. Почти все участники турнира чемпионы мира по боевому самбо, по боям без правила и панкратиону. Поэтому на борцовском ковре прошли очень жесткие и короткие бои. Заглашение результатов было и так понятно, на чьей стороне победа. Все поединки прошли не без вмешательства врачей. Каждой весовой категории определялись победители, которые были награждены медалями и дипломами. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали родственники Георгия Долголенко, его сын и внуки, которые вручали, наверное, самый ценный в этот день подарок. Приз семьи за мужество и лучшую технику. Также соревнования посетили ветераны самбо, те, кто вместе с Георгием Долголенко развивали этот вид спорта в городе Жуковске и участвовали на чемпионатах России и СССР. Закрывали турнир грозные русские бакетыри, которые продемонстрировали зрителям, как дрались на Руси. Ну что ж, в сегодняшней жесткой борьбе победу одержали сильнейшие. А как известно, каждая победа – это серьезный стимул для новых тренировок. Яна Игиязаров, специально для ударных новостей. Совсем немного времени остается до открытия чемпионата мира по карате ВКФ, который пройдет в конце ноября в Токио. В то время, когда взрослые спортсмены готовятся к решающим стартам этого года, подрастающая смена тоже времени зря даром не теряет. На днях в подмосковном городе Солнечногорск прошло открытое первенство Московской области по карате среди юниоров. Каждый человек с самого рождения стремится побеждать, но для этого нужны упорные тренировки и воля к победе. И сегодня мы находимся в подмосковном городе Солнечногорск, где проходит открытое первенство Московской области по карате среди детей и юниоров. В спортивном комплексе «Авангард» прошли соревнования по карате среди детей и подростков. Среди программ выступления были представлены ката, как личные, так и командные, отборочные поединки и финал. Более десяти весовых и пяти возрастных категорий участников было представлено со всей Московской и Тамбовской областей. Строжайший отбор, жесткая конкуренция, безграничное желание победить. Вот все компоненты той атмосферы, которая творилась на соревнованиях. Соревнования достаточно организованы на высоком уровне. Уровень спортсменов достаточно высокий. С соревнованиями проходят в очень хорошем режиме. Четыре татами, более ста участников и всего одна сборная команда, которая будет выступать на первенстве России. Очень хороший уровень и стремление к победе были продемонстрированы участниками. Ощущение, конечно, хорошее, а победа дает мне стимул выступать на соревнованиях, на чемпионате России. По итогам были отмечены самые сильные и стойкие ребята. Им вручили медали и настроили на усиленные тренировки. Теперь им предстоит отстаивать честь области на соревнованиях более высокого уровня. Итак, сегодня сформировалась сборная команда Московской области по карате, которая выступит на предстоящем первенстве России. Сонин Шаглеева, специально для Ударных новостей. В начале 90-х годов, во времена становления отечественного кикбоксинга, многие спортсмены пришли в этот вид спорта из бокса. И бить ногами, соответственно, не умели. Сегодня в наше время в кикбоксинге выросли уже свои файтеры, чистые кикбоксеры. Ну а боксеры остались боксерами. На днях в Москве прошел клубный кубок по боксу и кикбоксингу. Буквально через пару минут вот на этом ринге Московского бойцовского клуба начнутся настоящие ударные бои. А точнее, клубный кубок по боксу и кикбоксингу. На ринге одного из известных московских бойцовских клубов прошел клубный кубок Москвы по боксу и кикбоксингу в девяти весовых категориях. 30 спортивных клубов Москвы выставили наиболее отважных и готовых к серьезной борьбе бойцов, которые показали очень неплохие результаты в трехраундовых поединках. Время каждого раунда составляло ровно три минуты. На ринге встречаются люди, которые в своей жизни обыкновенной работают, менеджерами, учатся, руководят предприятиями. То есть они тренируются в фитнес-центрах, в клубах, тренируются, как говорится, для себя. Но наш клуб дает возможность любому желающему одеть боксерские, кикбоксерские трусы, одеть перчатки, выйти на ринг и почувствовать себя настоящим мужчиной. Также в турнире приняли участие совсем юные боксеры и кикбоксеры. Особенно хочется отметить не по возрасту зрелый профессионализм ребят. Кто сказал, что ударные виды спорта – дело не женское? В бойцовских клубах боксом и кикбоксингом занимаются не только представители сильного пола. Поэтому сегодня на ринге бились как мужчины, так и женщины. Клубный Кубок Москвы по боксу и кикбоксингу подарил нам замечательную возможность наглядно сравнить два очень ярких вида спорта. Большинство зрителей, посетившие мероприятия, записывались в секции по боксу и кикбоксингу даже во время турнира. И это радует. После соревнований составилась торжественная церемония награждения и вручения памятных призов. Не важно, что не все стали победителями турнира. Главное, занимаясь спортом, вы приобретаете уверенность в себе, прекрасную физическую форму и хорошее настроение. Яна Игиязарова специально для Ударных новостей. Наряду с многочисленными профессиональными праздниками, днем железнодорожника, кинолога, водолаза, оказывается, есть и Международный день дзюдоиста. Очевидно, организаторы этого мероприятия решили совместить День дзюдоиста с днем работника торговли и провести праздник в крупном торговом центре. Именно туда и направился корреспондент Ударных новостей. На территории одного из московских торговых центров более чем за 120-летнюю историю дзюдо отметили профессиональный праздник дзюдоистов. Место выбрано не случайно, так как в воскресный день всей семьей и с хорошим настроением люди смогли присоединиться к празднованию Международного дня дзюдо и оценить выступления дзюдоистов. Сегодня отмечается впервые и мы надеемся, что оно примет, так сказать, массовый характер и дзюдоисты теперь в последнее воскресенье октября начнут праздновать свой профессиональный праздник. Не только профессиональные дзюдоисты, но также все любители дзюдо. Дзюдо – правильный выбор для вашего здоровья. Под таким лозунгом проходило само мероприятие, которое приурочено к празднованию Международного дня дзюдо. На празднике провели викторину с вопросами и подарками, показали курс экспресс-обучения дзюдо для всех возрастов. И незабываемые для зрителей показательные поединки пятилетних дзюдоистов. Сонина Шаглеева, специально для Ударных новостей. Ну а сейчас самое время нашей традиционной рубрики «Сайдфайт». Ее, как всегда, проведет интернет-обозреватель Георгий Иванов. Сайдфайт. Самые свежие новости из мира единоборств. 5 декабря на Малой спортивной арене состоится уже третья по счету битва чемпионов под названием «Школа против школы». Всего на турнире ожидается 10 поединков, включая два титульных боя. Безусловно, главным боем вечера будет поединок тай-боксера Артема Левина и ушуиста Джанхуата Билетова. Александр Поветкин не будет боксировать против Владимира Кличко 13 декабря. Во время пробежки спортсмен травмировался и выйти на ринг сможет не раньше начала 2009 года. Однако сам Владимир отказываться от поединка не собирается и выйдет на ринг против кого бы там ни было. Компания Pro Elite, которая является организатором смешанных поединков по версии Elite X, заявила о своем банкротстве. Намеченное на 8 ноября шоу Elite X не состоится, а дальнейшая судьба организации остается неизвестной. Одной из причин банкротства Elite X называет проигрыш главной звезды этой организации – Кимба Слайса. Латиноамериканская культура давно и прочно вошла в быт россиян. Почти все мы в конце недели уезжаем на фазенды, танцуем ламбаду и распеваем бесса мэмучи. Вслед за телесериалами и песнями к нам пришло и бразильское боевое искусство – капоэйра. На днях в Москву приезжал бразильский мастер капоэйра Бамба. Сегодня в самом центре Москвы стало значительно теплее, потому что из солнечной Бразилии приехал мастер Бамба для того, чтобы провести семинар по капоэйрам. Это направление капоэйры отличается от традиционного более высокой скоростью и манерой ведения поединка. Режиональ – быстрая, динамичная и акробатическая капоэйра. В ней нет длительных статичных замираний, удары молниеносные, а основные элементы требуют от бойцов сноровки и выносливости. Обилие акробатических ударов, уходов и перемещений делает этот стиль очень зрелищным и ярким. Мастер Бамба уже не в первый раз проводит семинары в России, и каждый раз на них приходится больше и больше покойников капоэйры. Семинар проходил три дня, в течение которых были как занятия для начинающих, так и для уже опытных бойцов. Ученики, которые пришли на этот семинар, они приобретают не только внешний атрибут капоэйры, движение различными ногами, руками, акробатические элементы, но вместе с этим Мастер Бамба передает некую философию. Эта философия заложена в музыке, эта философия заложена в тех песнях, которые исполняют капоэйристы. Стоит отметить, что семинар проходил в очень дружелюбной обстановке, что вполне характерно для капоэйры, ведь этот вид единоборств построен на принципе. Капоэра с врагом – это бой насмерть, капоэра с другом – шутка и игра. Мастер Бамба не только открыл секреты Капоэра, но и оставил в душе у каждого из участников кусочек своей далекой родины. Игорь Гентов, специально для Ударных новостей. Ну вот и все. Очередной выпуск Ударных новостей на телеканале «Боец» подошел к концу. Мы ждем ваших обращений, вопросов и предложений на форуме нашего сайта. Тройное W.Bоец.ru Это были Ударные новости. В студии работал Николай Коровин. Счастливо! Ударные новости.